Продолжаем наш вебинар. Сейчас к нам присоединится наша коллега из Черногории. Это Ирина Рассказова, директор агентства недвижимости «Антарекс». Ну, а пока Ирина присоединяется, хотя я думаю, что уже буквально пару секунд это произойдет, а вот, по сути, это уже и произошло. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Силипп. Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, Ирина, все видно, слышно. Вы находитесь у нас сейчас прямо в Черногории в Херцог-Нове. Да, я нахожусь в Херцог-Нове. Если можно говорить капельку погромче, да, потому что на всякий случай, но давайте сразу тогда с вами переходить к черногорской ситуации. В Черногории вот парадокс. С одной стороны, вроде вот кризисные цифры, если мы говорим о количестве там больных и так далее, они не столь велики, а с другой стороны, меры все-таки принимались очень-очень, ну, довольно жесткие. То есть вы были довольно сильно ограничены во всех перемещениях, передвижениях. Как сейчас живет и чувствует себя рынок недвижимости Черногории? Ну, первое, что касается карантинных мер, я бы не назвала их прям совсем жесткими, потому что все-таки разрешалось передвижение на улице, ну, с условием не собираться больше, чем двое взрослых. Все равно люди могли совершать дневные прогулки, то есть это было неполное ограничение хождение дома в закрытом пространстве. То есть это значительно облегчило ситуацию. И на данный момент пик заболеваемости мы уже прошли, это было в начале апреля. И ситуация настолько улучшилась, что правительство сейчас приняло новый пакет по уменьшению карантинных мер. И с 4 мая у нас открываются практически все магазины, с 18 мая открываются капли и рестораны, также с 4 мая открываются курсы быта, такие как трикмахерские, косметические салоны, курсы обслуживающие сервисы и так далее. И сегодня утром была радостная новость, что, скорее всего, с 20 июня будет введен в работу фаром Барбари, это Италия. То есть фаромное сообщение из Италии. Ну, надеюсь, что так оно и будет. Окей. А скажите, вот ваша работа, как она менялась последние, ну, там, 3-4 недели и как она происходит сейчас? Ну, наша работа изменилась в связи с сложившейся ситуацией, мы просто вынуждены были подстраиваться, мы также продолжаем работать с клиентами. Я бы не сказала, что сильно заметно уменьшился спрос, из заявок достаточное количество поступает, может быть, не сильно уменьшилось количество заявок, но, тем не менее, они есть, мы работаем каждый день. Вот, для заинтересованных клиентов мы снимаем видеообзоры, вот, что значительно помогает людьми договариваться уже на будущее. То есть у нас есть ряд клиентов, которые уже себе подобрали пару электронных объектов, из которых они готовы будут прилететь, как только открытые сообщения, и выбирать из этих объектов уже непосредственно, что они хотят приобрести. Вот, и поскольку нотариусы у нас работают в усеченном режиме, но работают, то идут сделки, которые не успели завершить, то есть клиент объект выбрал, но не сумел приехать второй раз на покупку или не сумел приехать продавец, и такие сделки сейчас завершаются по доверенности. Скажите, пожалуйста, почувствовали ли вы какое-то изменение в настроении продавцов, то есть тех людей, которые определяют ценообразование? Нет, нет, вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что еще достаточно короткий срок. Два месяца – это не срок на рынке недвижимости, чтобы значительно повлиять на цену. Особенно, если вы говорите о рынке черногорского, он достаточно маленький, поэтому здесь таких больших скачков не может быть в такой короткий период. Скажите, а на кого вы рассчитываете, для того, чтобы понимать, что и дальше все ситуация сильно не изменится, значит, должны быть какие-то покупатели. Сами черногорцы, ну, черногорский рынок, он не столько внутренний, особенно если мы говорим о побережье, да, то есть он в значительной степени рассчитан на иностранцев. Видите ли вы, ну, какой-то некий спрос, и ожидаете ли вы, что заставляет вас ожидать, что этот спрос сильно не снизится, скажем, через 2-3 месяца? Ну, во-первых, я бы по поводу местного рынка хотела вам сказать, что все-таки он существует, он занимает значительную долю, потому что вы не забывайте, что на побережье проживающие, теми черногорские, терпские традиционно проживающие здесь, они за последние десятилетия, вот в связи как раз-таки с бумом строительства и покупкой-продажей земель каких-то своих там участков домов и так далее, накопили и приобрели какие-то суммы, которые они тоже складывают в недвижимость. И это такая маленькая доля, в том числе именно небольшие там арендные квартиры, какие-то небольшие дома, которые они приобретаются с целью именно сдачи в аренду, как семейного бизнеса, а меня отель, поэтому это тоже не надо сбрасывать со счетов, то есть у нас есть и достаточно серьезная доля местных, мы, ну, главные инвесторы. Ирина, простите, простите, пожалуйста, чуть-чуть погромче, если можно говорить, потому что что-то со связью стало, просто погромче капельку, хорошо? Да, то есть это значительное, это происхождение. Простите, простите, еще раз секундочку, вот только что было хорошо слышно, теперь опять что-то какой-то сбой у нас со звуком, давайте еще разочек попробуем. Ага. Сербы, большие черногорцы учатся в 23 лет, когда-то в большинстве, в европейские страны работают. Они сюда возвращаются, возвращаются на побережье Черногории прежде всего, потому что это бюджетно для них, они любят Черногорию, вот, ну, и Черногорцы. Домой возвращаются, чтобы провести здесь старость, чтобы здесь сдавать что-то в аренду, получать еще какой-то доход. Они тоже привозят значительные суммы на покупку недвижимости. Ну, и самый большой наш класс, конечно, иностранные покупатели, в том числе и бывший союз, Сиянин, Украинцы и другие бывшие республики союза. Но сейчас ситуация с этим рынком осложнена тем, что продолжение границы и сильно упал рубль по отношению к евро. Ну, это понятно, да. Да, 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 да. Сама идея в Черногории не прошла. Окей. Ирина, давайте так еще раз, надеюсь, что все-таки со звуком какие-то есть. У нас небольшие проблемы, мне пишут, но ничего, я думаю, прорвемся сейчас. Давайте перейдем вот к конкретному примеру. Итак, какой объект в Черногории, на ваш взгляд, вернее, какой тип объектов и почему может быть интересен для потенциальных инвесторов и сейчас, и, скажем, в краткосрочной перспективе, и его приобретение, ну, сейчас или там через месяц, через два, не заставит собственника быть разочарованным. Сейчас давайте я покажу пример, который выбрали вы. Итак, говорим о Черногории. Пожалуйста, итак, апартаменты в Дженовичах, 75 квадратных метров, 110 тысяч евро. Ирина, пожалуйста, несколько слов об этом объекте. Ну, этот объект интересен прежде всего своей недорогой входной ценой, потому что вилла, в которой находится данная квартира, это вторая линия от моря, то есть буквально 3-5 минут пешком. К тому же это вилла находится с пяти минут пешком от очень известного проекта «Корта Новик», с большой мориной, с большим променадом, с инфраструктурой, очень высокого класса проект. Поэтому эта квартира уже транслабливается не только как приобретение для себя подлительных акций, а это квартира, которая будет очень ориентабельна в плане качи в аренду. То есть при, особенно, так сказать, методах китайцев, можно получать от 5% годовых. Вы сказали, что получать можно от 5% годовых. Я просто повторяю некоторые мысли, потому что вот в те секунды, где, как мне кажется, звук немножечко пропадает, но тем не менее, на ваш взгляд, это вот та же цифра 5% годовых. Это цифра абстрактная или это цифра в том числе и 2020 года? Какие ожидания арендные есть у вас от этого сезона? От этого сезона, конечно, скорее всего, такой цифры не получится, потому что мы все-таки не можем, я так думаю, рассчитывать, что мы проработаем весь сезон на рынке аренды. В лучшем случае это будет август-сентябрь. И, конечно, по ценам придется цены на аренду снижать, потому что не будет такого большого потока, в том числе и традиционно наших российских туристов, в том числе и за высокой ценности евро. Ну, а как и мое мнение? Ну, понятно. То есть на ваш взгляд, все-таки я еще раз тогда хочу этот момент подчеркнуть, вот опять же мы недели две назад об этом говорили как-то более активно, а потом вот в наших вебинарах эта нить как-то ушла. Я вот вы сейчас к ней вернулись, что мы как-то вот про курс евро немножко забываем, но потому что немножко не до этого, да, то есть более другие новости в наш мозг влезают. Но на самом деле действительно курс евро-то никто не отменял, и, соответственно, россияне как арендаторы становятся гораздо менее платежеспособными. Может быть, на покупке недвижимости это и не так сказывается. На покупке не так сказывается, потому что все-таки мы видим отчетливую тенденцию, что люди не отказываются от самой идеи покупки. Просто они вынуждены урезать бюджеты вот именно из-за скачка евро, если мы говорим вот о постсоветских клиентах. А от самой идеи не отказываются, что тоже не может нас не радовать, потому что это все-таки достаточно большая часть наших клиентов. Я еще, вот уже пришел там вопрос от Марии, я обязательно вам его задам, но давайте все-таки еще немножечко вернемся вот к этому предложению. В чем, на ваш взгляд, интерес этого предложения сейчас? Это низкая цена? Это уверенность в том, что она дальше снижаться не будет? Это уверенность в том, что объект в таком месте при определенной правильной политике будет интересен арендаторам? Или можно говорить о том, что, вот скажем, год назад такой же проект сколько мог стоить? Вот несколько слов об этом, можно? Ну, во-первых, да, достаточно интересная входная цена, потому что год назад такая квартира стоила дороже, порядка на 15 процентов. Интересная входная цена, окупаемость, непосредственно то, что я сказала, то есть при даже небольших, незначительных усилиях 5 процентов можно получить, а если заниматься более серьезным арендным бизнесом с данным вариантом, то можно получить и 7,8 процентов годовых. Цена не будет падать на такой тип недвижимости, потому что все-таки у побережья выбор не такой большой качественной недвижимости, а вы видите, что это квартира в новой вилле, там есть бассейн, там есть паркинг, это закрытая территория, вот, в шаговой доступности все объекты инфраструктуры, то есть это достаточно интересное предложение по такой входной цене. Скажите, а вы при этом сказали, что все-таки 15 процентов, ну, примерно цена была снижена, а в чем тогда причина? Это связано просто вот с этим кризисом или там какие-то личные обстоятельства? Это личные обстоятельства продавца, общей тенденции на рынке к снижению массовому нет. Тогда скажите, вот есть первичный рынок, есть вторичный. В Черногории даже первичный рынок, он очень специфический, в отличие от многих других стран, там много совсем мелких застройщиков, да, там, которые чуть-чуть совсем продают. Ваше ощущение, если ждать от кого-то снижения цен, вот то, от кого, да, то есть вот надо что-то... Вы имеете в виду, куда выгодно сейчас проинвестировать тем инвесторам, у кого деньги в евро? Ну, например, так и даже не совсем так. Что делать, вот ждать ли какого-то, ждать, наверное, такого точечного предложения, и да, то от кого? На первичном, на вторичном? Можно ли ожидать, что на первичке что-то подобное появится? Хоть где-то, минус 15 процентов хотя бы. Я бы предлагала тем, кто действительно сейчас готов к инвесторам и ищет интересное информацию, от меня обращаться не в другую точечную настройку, там, в первичке, у которой сейчас идет как раз вообще строительство. Дело в том, что у нас... Ирина, чуть-чуть сдвинулись, вы чуть-чуть сдвинулись, и стало хуже слышно. Попробуем еще раз. Дело в том, что ситуация с коронавирусом не остановила застройку. Все строительные проекты продолжают работать, стройки работают, и точечным маленьким застройщикам очень часто не хватает сейчас бюджета на какие-то текущие работы. Вот можно этим воспользоваться, и я думаю, что одну-две квартиры они смогут продать по какой-то специальной цене. То есть, чтобы потом на эти деньги, условно говоря, достроить. Да. То есть, они не смогут, конечно, сделать большим предложение, продать 5, 6, 10 квартир. Но одну или две вполне возможно найти по очень хорошей цене. Поэтому, если люди готовы инвестировать именно сейчас и ищут какие-то интересные, лакомые проекты, то это как раз небольшой точечный застройщик в процессе стройки. А тогда такой резко. Сразу возникает вопрос о риске. Потому что небольшой точечный, и он сам, по сути, дает понять, что у него не хватает денег достроить, и он нуждается в ваших деньгах, ну, в деньгах инвестора. Нет ли здесь особого риска, что объект просто достроен не будет? А для этого вам и нужно сопровождение агентства, потому что агентство проверяет документы, проверяет, чтобы достроить была нелегальная, чтобы этот запрос уже не отрегубляться. Вот, и тут тоже, это же не просто так, что вы пришли, увидели, договорились и купили. Конечно, вы будете проверять документы вместе с вашим агентом, вместе с нотариусом, с темристом. То есть, тут целый комплекс мероприятий, и, естественно, нам старается помочь нашим клиентам в соответствии с коронавирусом, и ходить за пальцем. Окей, ну, и смотрите, уже в завершающей части тогда нашей с вами беседы, давайте, вот вопрос пришел от нашего коллеги, нашего зрителя Алексея, вот если мы говорим о каком-то месте, вот вы сейчас привели в примерном Херцег-Нове, да, но Черногория, Бар, Будва, можно ли сказать, что одинаковая ситуация после завершения всех этих историй будет по всему побережью, или есть просто какие-то места, которые могут быть более эффективны? И вот говорите, как вы говорили минуты-полторы назад, как раз тогда звук был совсем-свечем оптимальный. Ну, смотрите, сейчас ситуация более-менее выравнивается, ну, традиционно Будванская ривьера и Будва – это наш флакомон, это самый большой по обороту недвижимости регион, ну, и самый дорогой, ну, не беря в объектив такие пятизвездочные проекты, как Порто-Монтенегро, Порто-Нове, то есть это отдельная история. Ну, пока еще потенциал большой развития как раз-таки вот полуостров Луфтица, потому что он еще такой полу-дикий, так скажем, то есть там только-только началось развитие, и оно началось с захода туда больших проектов. А частный сектор там еще не дотягивает до общего рынка, поэтому там хороший потенциал развития для частного сектора, потому что большие проекты, вот большие проекты туда заводятся коммуникации, строятся дороги, то есть это очень интересный в будущем регион. Очень хороший потенциал у Верцогновского региона также нашего, потому что сейчас сюда уже подтягиваются тоже инвесторы, да, надо смотреть, куда идут инвесторы в рубли, сколько проектов в регионе созданы за последние несколько лет. Если вот на это смотреть, то можно, если нет, оставить картину. Скажите, пожалуйста, а вообще, ну, перспективы вот этих масштабных проектов в Черногории, в последнее время их анонсируют очень-очень активно, и они, в общем, ну, на слуху, да, вот есть, как сейчас себя ведут застройщики в них? То есть насколько они уверены, то есть они вообще сидят как сфинксы, и их ничто не трогает, то есть никакая кризисная история не смущает. Или все-таки они, вы ждете от них какой-то большей гибкости в какое-то время, и в чем эта гибкость может проявляться? Или там просто такие большие деньги, что как бы... Последняя правда ваша и сказала. Там такие большие деньги, и это сфинксы, которым вот эта ситуация, она на них не влияет практически никак. То есть они... Вот скажите, все-таки за последние недели, две, три, за месяц за последний, вот вы показали конкретный проект, давайте, вот он есть, вы говорите, минус 15%, потому что личное обстоятельство продавца. У вас сколько таких предложений было за последний месяц? Ну, немного. 5, 10, 15? Нет, нет. Три партнерства, которые позвонили и попросили снизить цену. По вашим ощущениям, они позвонили просто исходя из... Они бы в любом случае позвонили, да? Даже если бы не редкризис? Это из личных соображений, то есть у них личное настоятельство, которое запрессовано это решение. Ну, и тогда... Это не застройщики, это не компании-гладелицы, это частные лица. Частные лица. Так, ну, во-первых, я попрошу контакты компании Ирины нам показать в чате. Прошу прощения за небольшие сбои со звуком, думаю, ничего страшного, главные мысли мы уже донесли, но все равно еще пара вопросов у нас и не осталось. Во-первых, о, вопрос прямо и пришел. Ситуация с кредитованием сделок местными банками. Насколько сейчас... И может ли здесь что-то измениться с кредитами? То есть насколько можно рассчитывать на кредиты? Кредитование в Черногории для иностранцев практически невозможно, за исключением вот тех самых крупных проектов. Это персональные договоренности, потому что это проекты все национального масштаба у нас, Порто-Монтенегро, Порто-Нови, Луш-Псубей. Это проекты, под которые банки рассматривают кредитование, не под какие другие, нет. Для иностранцев нет. Так, Мария, сейчас ответим, безусловно, на ваш вопрос. Видимо, я его пропустил. Так, вопрос звучит так. В принципе, частично мы на него ответили, но, тем не менее, зачитываю вслух. Можно ли сейчас в течение лета рассчитывать, в течение лета именно, рассчитывать на скидки со стороны продавцов? И в каком размере по вашим прогнозам, как сейчас настроены продавцы? Делают ли они снижение цен? Какая стоимость квадратного метра сейчас? И с учетом трендов, адекватно для Будвы? В первую очередь, по Будве вопрос, пожалуйста. Ну, Будва, еще раз повторюсь, это наш флагман. Это один из самых дорогих регионов по туристической недвижимости. И стоимость очень сильно варьируется. Буквально, вот, каждый, там, 100 метров она уменьшается в сторону гор и увеличивается в сторону моря. То есть, очень сильно зависит, именно, вот, в Будвы, в Будвы, очень сильно зависит от того, когда он находится от моря. Чуть-чуть, чуть-чуть, опять плохо стало слышно. Ирина, чуть плохо стало слышно. Давайте еще разочек. Ага. То есть, если студия находится, там, в пешей доступности моря, то есть, там, 10 минут, 15 минут от моря, то это где-то 1800-2000 за метр. Если, если студия находится в районе, там, 800 метров от моря, то это уже может быть 1400-1500 за квадратный метр. Ваше ощущение, ну, в этом смысле, рынок Будванский, он практически, ну, и тенденции здесь вряд ли каким-то образом отличаются, там, от, там, тоже Херцег Нови или от Бара, да, то есть, по большому счету. Ну, сейчас цены более-менее выравниваются, Будвы чуть-чуть подороже за счет новостроек. Будли более высокого класса новостройки, и они более дорогие. И, кстати, вот, Ирина, тогда вот, несколько подытоживая, да, нашу беседу, новость из Черногории, она тоже пришла буквально недавно, это оценка Института оценщиков Черногории. Ее председатель сказал, они ожидают роста спроса на квартиры в Черногории после пандемии, они не ожидают резкого снижения цен, и значительные изменения на рынке они ожидают не раньше конца нынешнего года или даже начала следующего. То есть, с одной стороны, они признают, что стабилизация будет зависеть от скорости возрождения экономики, и, в общем, как практически по всему миру, больше всего от кризиса будут страдать малые и средние компании, а крупные проекты будут продолжать реализовываться без существенных изменений. И второе ожидание, что к лету обычно растет число сделок недвижимости, оживление рынка может произойти и в этом году, и написано, что популярность офисов и объектов общественного питания уменьшится. Вот, вы работаете с коммерческой недвижимостью уже в завершении? Мы работаем с коммерческой недвижимостью, но стараемся работать по запросу очень большой оборот. Выбор небольшой коммерческой недвижимости в Черногории, особенно, что касается проходил веток. Основной поток коммерческой недвижимости – это небольшие помещения под маленькие сувенирные магазинчики, небольшие магазинчики-оберты, то есть это там 30-40 квадратных метров. Это основной наш оборот коммерческой недвижимости. Очень большая проходимость, очень быстро они сдаются, пересдаются, поэтому эта работа очень кропотливая, и мы в основном стараемся работать под запрос. Окей, дорогие друзья, еще раз представляю с удовольствием. Ирина Рассказова, директор агентства недвижимости «Антарекс» из Черногории. Ну, Ирина, тогда самый-самый завершающий вопрос у меня к вам. Он касается все-таки вашего ощущения с черногорской стороны, когда будут текущие какие-то явные изменения, когда более-менее возобновится туризм, когда ваши границы будут открыты. Вы частично ответили на этот вопрос вначале, но так, чтобы взгляд с вашей стороны границы. Ну, я разговаривала как раз сегодня утром со своими коллегами из Германии, вот, и общая такая тенденция, что все-таки мы надеемся, что в июле откроются с нашими непосредственными соседями, так, Азии, Сербии, Боснии, Балия. И по августу, к августу откроются какие-то длинные микро, Балия, Астрия, Германия. То есть вот то, что непосредственно, так скажем, в автомобильной быстрой доступности от нас. Окей. Ну что ж, будем надеяться, что и нац, россиян, июль, август, каким-то образом будет такой переломной точкой. Итак, Ирина рассказывает, директор агентства недвижимости «Антаркс», контакты компании перед вами. Дорогие друзья, Ирина, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо и всем здоровья. Спасибо и всем здоровья. И это самое главное, что сейчас можно сказать.